здравствуйте друзья я нахожусь в самом известном месте нашего города после недавних событий не многие знают она называется площадь трех цирков и мы будем фиксировать разрушение которые оставлены здесь на самом деле вот то что мы видим здесь это пандусы которые не доделали строители сейчас доделали и уже можно ходить и если что например аркадий гершман очень сильно удивлялся насколько убог проспект буденовский почему на буденовском нет пандусов вот теперь можно сказать известному блогеру что пандусы тут есть конечно видите как не все пандусы нормативные то есть инвалиду колясочнику здесь придется прыгать то есть он поедет в объезд на коляске инвалидный там выйдет там где сделали а там где не сделали он не пройдет вот идем к штабу значит и посмотрим что же туда у нас есть вот новый асфальт смотрите то есть благодаря вагнер у нас в ростове теперь новый асфальт значит что было значит сказали что разрушенку не разрушена в смысле повреждено не менее 10 тысяч квадратных метров асфальта я эту новость не публиковал потому что ну не о чем потому что это очень мало если взять допустим 20 метров ширину улицы и допустим 500 метров в длину то как раз и получится эти самые 10 тысяч квадратных метров это не о чем откуда здесь яма значит не все за асфальтировали там значит делаем здесь значит не делаем странно очень граждане фотографируют ворота да это очень известные ворота теперь ворота закрыты значит починили здесь песочек значит плитку пытались приложить тут она была вся расцарапана пусеницами ну ничего сделали это памятник клоуну попову знаменитый клоун он свое последнее представление давал в ростове-на-дону то есть он к ростову отношения не имеет просто он здесь умер а там дальше памятник изобретателю радио попову у нас два попова на одном перекрестке ну и самая интересная для меня новость сказали что повреждены трамвайные пути трамвайная стрелка и и надо обязательно поменять и вот тут я вам могу сказать следующее что вот вот вы видите вот это место я его снимал на видео еще в семнадцатом году и там такой прикол тут тут может быть видно может не видно сейчас покажу тут они постоянно наваривают на трамвайные пути трамплинчики вот потому что трамвайные пути здесь построили в четырнадцатом году с браком видите высота разная у трамвайных рельс и у трамвайных стрелок то есть там где рельсы по буденовскому заканчиваются начинается стрелка высота разная высота разная и трамвай падал ну то есть проезжает и бабах 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 вот по этой стрелке и несмотря на наваренные трамплинчики стрелки а стрелки эти разрушаются приходят в негодность это из-за строителей которые так построили трамвайные стрелки так вот объявили что стрелки пришли в негодность и значит их придется поменять ну что могу сказать у нас эти стрелки которые в четырнадцатом году при реконструкции горького сделали они действуют до сих пор все с ними нормально трамваи по ним ходят насколько я могу судить но их все равно собирались менять потому что вот потому что во первых разработчики ПКРТ и программа комплексный комплексного развития транспортной инфраструктуры они они в своих рекомендациях написали к двадцать пятому году заменить в ростове в трамвайные стрелки на автоматические это стрелки вообще не автоматически они ломиком переключаются то есть совсем безобразно это все работает водитель выходит значит на проезжую часть где машины и трамвай и трамвайные стрелки переводят а во вторых во вторых во вторых я хотел сказать что у нас заключено соглашение о концессии и концессионер до двадцать шестого года уже по проекту должен поменять обновить нашу трамвайную сеть я думаю что он не будет терпеть такие стрелки он конечно их отремонтирует и заменит на современные поэтому как бы тут тоже каких-то серьезных разрушений я вообще не вижу просто не вижу вот как было так и есть ну погнулись немножко ну подварили немножко вот как всегда как они делали с четырнадцатого года это как это уже девять лет вот так они будут делать подваривать 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 пока еще рельсы живы вот а так больше в ростове никаких существенных разрушений нет все что можно увидеть ну какие-нибудь царапины ну извините вот давайте просто вот пойдем ну вот посмотрим вот разрушенные я не знаю ступени там поломанная плитка в общем тут тут столько можно всего найти да то есть да и горького сама улица не сказать что она прямо новая новая ее в четырнадцатом году сделали но уже тут но уже тут много чего надо бы переделать ну вот поэтому ничего существенного